Ну вот я сейчас держу в руках соглашение, проект соглашения об осуществлении российскими юрлицами инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Когда я его впервые взял в руки, мне как бизнесмену интересно, что происходит в экономическом поле нашей Республики. И я, честно говоря, пришел вообще в шок. Наступил шок, потому что то, что нам предлагается на данном этапе, в этом проекте, это, по сути, такое скрытое уничтожение абхазского бизнеса. Конечно, можно было пойти, наверное, более легким путем, просто сразу издать закон запретить населению Абхазии заниматься бизнесом, поэтапно, потом, в течение нескольких лет, просто сдать нас в рабство и все. Да, привязать регионально к каждому инвестиционному объекту, и были бы у них свои рабы. На мой взгляд, вот этот проект, если его все-таки примут, это соглашение, то абхазский бизнес будет даже, наверное, не постепенно, а очень быстрым темпом умирать. И все мы вынуждены будем идти куда-то наниматься, работать и так далее. Но развивать свой бизнес мы здесь практически не сможем. Объясню, почему. Вот есть разные пункты здесь, которые меня очень сильно насторожили. Вот, допустим, статья 5, пункт 2. Предоставление в пользу юридическим лицам земельные участки, необходимые для реализации бизнес-проектов, включая предоставление информации из земельных участков. Вот я занимаюсь бизнесом в Абхазии уже 19-й год, и если я сегодня захочу какой-то инвестиционный проект реализовать здесь, то никто мне бесплатно землю не предоставит, и никто информацию мне о ней тоже не предоставит. Но если такие обязательства мы на себя берем, ну, государство берет на себя, не мы, то наверняка у нас уже есть кадастр в идеальном состоянии, и все прописано, и все знают. Значит, абхазскому бизнесу тоже будет легче, значит, мы наверняка тоже сможем пользоваться такими льготами. Дальше будет еще интереснее. Пункт пятый этой же статьи. Предоставлять юридическому лицу, а также организациям, которым юридическое лицо заключило договоры на проектирование, выполнение строительно-монтажных работ в целях реализации проекта, право получить квоту на работников иностранных граждан и самостоятельно ее распределять. Это говорится о том, что здесь будут работать не абхазские компании, и абхазское население практически никак не будет задействовано при реализации данных инвест-проектов. Будет квота, по которой не только организации, осуществляющие инвест-проект, но и все подрядные организации, которые они будут привлекать, они будут сюда завозить иностранных специалистов. Абхазская рабочая сила, абхазские строительные компании и так далее, в принципе автоматически не попадают сюда. Я думаю, что это будет так. Потом пункт шестой. Предоставлять юридическому лицу освобождение от уплаты ввозных таможенных пошлин. При ввозе строительных материалов, оборудования и так далее. Я так понимаю, что абхазский бизнес не вчера зародился, он работает уже много лет. Почему-то нас никто от таможенных пошлин не освобождал. Потому что эти таможенные пошлины идут потом в бюджет. Из бюджета они идут на зарплаты и так далее. Вся социальная сфера у нас держится на налогах, насколько мы понимаем. Мы берем инвестора, который вкладывает 2 миллиарда рублей. Это очень громкая сумма, она звучит так прям внушительно. Но если мы при нынешнем курсе доллара посмотрим, это 20 миллионов долларов. В некоторых крупных городах других стран 20 миллионов долларов у людей стоит квартира. А у нас делают какую-то значимость, придают 20 миллионов долларов вложили. Пункт 7 у нас. Юридическому лицу предоставлять освобождение от уплаты налога на имущество организации налога на прибыль в течение 8 лет с даты ввода в эксплуатацию объекта. То есть 8 лет никаких налогов поступать не будет в бюджет. Просто проблема в том, что нам преподносят инвестора как какой-то благотворительный фонд или благотворительную организацию или что-то такое, что нас счастливит, сделает нам подарок. На самом деле нужно четко понимать, что любой инвестор и его основная цель это извлечение прибыли. И на территории Абхазии он будет зарабатывать деньги. И наша задача не просто сделать подарок какому-то инвестору, который уже не знает, куда деньги вложить, а у него открывается прекрасная возможность. То есть он получает все максимальные льготы, которые не получает абхазский бизнес. И на протяжении 8 лет он зарабатывает деньги. Более того, даже зарплаты, судя по всему, он будет платить не гражданам Абхазии. Поэтому, на мой взгляд, тут нужен совершенно другой подход. Есть еще такой пункт. Он обеспечивает преимущество по сравнению с другими юридическими лицами, не включенными в реестр, право на предоставление мощностей и подключение к инженерным сетям и коммуникациям. То есть получается, что абхазский бизнесмен и иностранный бизнесмен приходят с просьбой выделить им 500 кВт электроэнергии. Абхазскому бизнесмену отказывают, иностранному бизнесмену говорят, да, конечно, более того, мы вложим еще деньги, сами, ты полсуммы оплачиваешь, мы остальное все берем на себя. Ну, то есть какое-то несправедливое распределение той же электроэнергии и так далее. Я не могу уже, ну, 3,5 миллиона мне обозначили для того, чтобы подключить меня к электроэнергии нормальной. У меня производство, которое я уже не могу год запустить, из-за того, что не хватает у нас мощностей. И когда я обратился и попросил, чтобы мне дали возможность оплатить в рассрочку, мне отказали, сказали, что такой возможности государство не имеет. Но для инвестора почему-то такая возможность предоставляется. Я, честно говоря, это не понимаю. Потом возможность предоставлять оформление залога на объекты инвестиций. То есть я так понимаю, что этот инвестор, вот эти 2 миллиарда, он даже не собирается свои вкладывать. То есть он получил земельный участок, проект, и он может этот объект заложить и на заемные деньги, которые он будет брать не у Абхазского банка, а строить этот объект. Ну, тоже классная история, в кавычках. Самый еще интересный момент, который вчера вот в парламенте собирались банкиры и обсуждали этот вопрос. Получается, что ни один абхазский банк никаким образом задействован в данных реализациях проектов не будет. Соответственно, все деньги, которые сюда будут заходить на реализацию этих проектов, они не будут оставлять в Абхазии вообще ничего. Поэтому нам нужно четко понимать, насколько для нас это выгодная история. Но я, как человек, который здесь занимается бизнесом много лет, платит налоги и создает рабочие места, четко понимаю, что вот данные условия, вот если бы государство предложило абхазским предпринимателям, то в Абхазии был бы просто, наверное, какой-то нереальный бум развития бизнеса. И инвестпроекты бы не нужно было реализовывать чужими руками. Вполне возможно, абхазский бизнес сам бы дорос до того, чтобы реализовывал их. Но на данном этапе мы никакой поддержки не получаем. А сторонним какому-то юрлицу, который готов вложить небольшие для себя деньги, это для нас они большие, а для этих юрлиц эти деньги абсолютно не космические. Они вкладывают и получают все льготы. Более того, не оставляют в абхазском бюджете ничего. В течение 8 лет, ну, строительство будет еще несколько лет происходить, а потом эксплуатация объекта в течение 8 лет, это будут деньги, которые люди будут зарабатывать. Ничего не оставляют для Абхазии. Я не знаю, если это нам нужно, такие инвесторы на таких условиях. Да, инвесторы нам нужны, но почему мы хотим брать худшие примеры? Есть очень хорошие примеры внутрироссийского инвестора. Это город Дербент, где основной инвестор Сулейман Керимов перевел свое юридическое лицо, перенес в Дербент и сделал так, чтобы все инвесторы потенциальные, они открывали юрлицы в Дербенте, платили там налоги. Это условия для инвестора. И в первую очередь инвестор должен привлекать рабочую силу из Дербента, поставщиков материалов из Дербента. И только если нет уже тех людей, кто может обеспечить данные работы или данные материалы, то тогда инвестор имеет право привезти откуда-то. А у нас получается ситуация, когда нам говорят, абхазские строители до свидания, абхазские поставщики до свидания, абхазский бюджет до свидания, мы ничего не будем платить, мы просто хотим сделать хорошее каким-то хорошим людям, которые очень богаты и хотят стать еще богаче. За счет нашего государства и за счет нашего бизнеса. У нас будет меньше электроэнергии, у нас будет меньше денег, абхазский бизнес будет умирать. А вместе с абхазским бизнесом будет умирать и наш народ. Наш народ, я имею в виду всех жителей Абхазии. Потому что каждый, даже небольшой предприниматель Абхазии, это как минимум одно-два рабочих места. И это одна-две семьи, которые сегодня не голодают. А они будут обязательно голодать, они останутся без работы. Я не против соглашения об инвестиции, даже двумя руками за. Но они должны отражать в первую очередь интересы абхазского государства и абхазского народа. Когда так будет, я первый буду стоять с флагом и просить, чтобы эти законы принимались. Спасибо.